всем доброго времени суток друзья приветствую вас у себя на канале татьяне у нас 1 апрельский дождик 1 апрельский дождик первые весенний дождик можно так сказать такие капельки лужи еще лежит здесь северная сторона еще лежит снег вот возле дома под на клубнички снежочек последний зимний и лед то есть получается снег таял а потом ударил мороз и лед остался но еще будут морозы потому что сегодня с мамой разговаривала они живут в братске и вчера говорит такой ливень шел дождь просто как из ведра а потом ночью ударил мороз и сейчас везде такое все кололед такой как зеркало езди идти просто невозможно я вчера подсыпала земли грунта сюда глоксением и сейчас хочу немножко подстереть здесь потому что рассыпала маленько сегодня пересадила вот этот декабрист а вот этот видите толстянка лезет такая худая худенькая такая надо ее прав прорыхлить маленько 10 декабрист который рос в салатовом горшочки не салатом на таком желтеньком я его помыла надо вытереть вот в таком желтеньком горшочки я его помыла вот так чистенько может быть можно в нем удержать но надо будет так и одноразовые горшочки маленькие можно посадить и сюда вставить такие как при покупке идут цветочки а так он такой хорошенький что-то хранить если надо подумать что можно хранить и в нем не было этого подонышка потому что он без дырочек модельн германия получается такой салатовый и еще какой-то не какой цвет так сейчас какой белый что хотел постельное белье поменять и вовремя все это дождь идет дерево сушить меня каждую неделю поменять здесь нету горшочка такого так там тоже нет и он есть на коридоре какого цвета цвета а да вот здесь салатовый то есть желтенький салатовый вот здесь тоже собираются цвистеть и декабристы вот еще одна что-то не последний вот еще розовенькие на этом бутоны были что-то попадали что я сюда все поставила вот этот еще будет свести бутончик тоже это что такое чем-то уже хочется знаете увидите падает уже хочется эти желтенький падает елочка вот это уже хочется все окна помыть все шторы постирать все что чистенько было есть тоже нету дырочки пересыхает грунт постоянно сегодня помою подоконники везде уже хочется постирать все шторы все чули но уже сейчас тепленькая погода будет устаканится где-то может поднять 3-4 будет теплой погода и я сниму все шторы тюль органзу все постираю уже зимние убирал убрала вещи достала все весенние дочки надо пуговик постирать здесь пух любяжий вот не знаю можно ли его машинки стирать или надо химчистку нести достаточно плотно и мы его еще не стирали но она уже выпачкала вот на воротнике грязные сегодня достали уже зонтики дочь и достала сонтики поехала на работу с зонтиком я достала эти резиновые сапоги собаки на гулять и так в сад надо будет выходить для мусор вынести у них вкладыши вот такие тепленькие так то они дубовая там не мамочка дала в дом купили на нам не отдала а эти вот стаканы не использовались вот эти надо будет не пересадить оставшиеся эти декабристы это я какой грунт покупала пакеты но я их использую потом в огороде что-нибудь посажу в них вот такой купила грунт гера кева биотера для рассады и овощей за 175 рублей биопочвогрунт с биогумусом хороший такой посадила а вот этот купила он такой этот влажный такой был а вот этот сухой вообще тоже терапортеп полностью готовый питательный грунт универсальный этот по 150 10 литров этот этот но ты этот с вермикулитом вот это унесу в гараж и я потом в них посажу или огурцы или кабачки они такие черные с вот этой стороны черные хорошо дырочки под развлекая чтобы дышал и посажу эти вот не использовала это лишнее для томатов вы видите тоже вынесу гараж это не надо видите дождь идет все намочила все кольцо но хоть с ней хоть лету будет уходить потихонечку можно уже будет если морозов не будет доставать бочку ну чтобы бочку ставить но еще в апреле могут быть морозы коврик упал надо будет выйти положи повесить а так конечно грязь по улице ну и дождь будет идти и будет таять лед с вот этих сторон северных что такая грязюка и хотела покопать этот приготовила вчера культиватор лопату грабельки в теплице покопать хотела табачную шашку вчера не купила купила два грунта по 10 литров вот и 400 грамм сторону купила на посадку больше денег не хватило поэтому не купила надо будет еще купить там но мне штутгартен надо покупать сторону больше не буду центуриона можно еще пол килограмма купить и килограмм я штутгартена хочу посадить в принципе это не принципиально потому что лук продается хороший лук и так немножко посадить чтобы было так свое вот так сказать а до сумасшествия не дохожу как многие блогеры а просто садят там много куда много куда но доступный доступно продается и недорого магазине можно пойти за рубль там вниз в пределах 100 рублей можно купить два килограмма лука этого садить его занимать землю в саду я проще картошки посажу вот видите еще ветер точки нагоняет вот так куда-то такие серые точки идут ветерочек утром стали не было было тепло у нас сорвался какой-то ветер дождь перестал идти сорвался ветер вчера это подъезжала к мусорным баком машина собирали мусор видать не дособирали сегодня такая грязь дождь они он там снова приехал машина оранжевая сегодня основа собирают до этого два дня стояла теплота никто не приезжал не успели это все сделать сегодня приехал такую грязь и в такой холод градусник показывается показывать плюс 3 ощущается с учетом ветра минус 3 но минуса нет собрала помидоры нашла ну не нашла взяла банка трехлитровая у нее уже как сказать рассол спал слегка начал мутнеть достала их вот столько у меня получилось хочу взбить на комбайне думала блендером но блендер не пробивает которых попки помидоров такие толстые и они не сильно пробивается поэтому загрузила все в комбайн комбайн у меня девочки киангут не шеф-машина комбайн у него здесь ну какая мире тут все как комбайн и еще сколько выжималка есть поэтому я пробью так и не включен а чего он не хочет пробивать перинтенки а чего это не поняла а чуть он не хочет не понял чего-то не хватало часто оказывается чаша была не до конца загвинута получается вот такая масса получилась сейчас ложечку ну как сок я не хочу сделать как сок меня есть томаты для сока там собственном соку а вот эту массу я через сито сок уберу а вот эту мякоть сложу в баночку я уже приготовила помыла баночку пластиковую и будет для пиццы сейчас попробую нормально нормально жидкость уберу можно жидкость выпить и и она достаточно такая сладкая сладко-соленая помидоры маринованные сейчас это отделю больше не буду пробивать отделю сок от массы и положу в баночку заморожу будет и для пиццы масса хорошая и я сижу кушаю проголодалась я так-то обедаю где-то в 12 потому что завтракаю в 7 утра 7 или по 8 это время уже полтретьего и я припозднилась с обедом кушаю супчик такой с гречкой шахтерский хлебушком надо бы отказаться от хлебушка но я не могу без хлеба я как-то не насыщаюсь несутая на свиных ребрышках такой хороший супчик уже остыл меня по куда я ходила очень вкусный приятного аппетита мне и вам друзья приятного аппетита кто обедать вот так через сито я процежу жидкость получается в контейнере я потом перелью ее в баночку такую войдет не войдет да в эту массу положи вот в эту может быть войдет или здесь немного жидкости вот так вот я сейчас все сделаю а массу сложу вот побольше потому что масса побольше получается жидкости поменьше сейчас это все помоем достаточно хорошая масса получается потом не надо будет солить там допустим можно сделать с конечно со свежими там спицу до в эту пиццу все равно маленькая жидкости получается пускай она про это оно еще стечет чтобы не поломать баночку вот сколько получается это я сейчас все беру истечет и всю жидкость вылью потом крышечкой закрою уберу в морозилку для чего-нибудь пригодится она соленоватая правда на этой основе можно сделать печенье и добавить там растительное масло муку это получается с рассола делать печенье с рассола огурцов сейчас попробую нет печенье не получится можно его выпить как сок получается томатный обычный сок это пускай стекает получается переработка продуктов чтобы не выбрасывать получается пленочка ну не пленочка а как-то она седое я стал рассол помидора много поэтому постепенно таскать на его годы у нас портится посмотрите машина то стоим до сих пор убирать мусор мрачномрачном даже спать хочется и я делаю еще вот что я делаю тапочки ванны делаю подготовила грунт уже у меня нижний влажный верхний верхний сухой эти два грунта которые я покупала вчера я их перемешала вот этот второй видите с вермикулитом у меня осталось пересадить эти астры две баночки все уже все перекантовала все быть перес перевалила так сказать я не по одной сажу по несколько где-то по 3 по 4 вот так получается потом они будут цвести где-то астры средние там повыше такие где-то 50 сантиметров по 30 они разные дюшистом и еще какие-то сейчас пойдем посмотрим и поставлю все стаканчики а сколько они улезут вот здесь вот так вот в контейнер чтобы они здесь выставились для сегодня вязала все дела пасмурно вышивать как-то не очень но я занялась там цветами да дел по дому полно что делать там убирала зимние вещи там еще что-то вот вот так вяжу он достаточно уже большой не хватает чтобы укрыться мне очень нравится вязать крючком я просто балдею достаточно вот такой красивый узор получается и плед будет теплый чтобы он не кусался я с этой стороны еще подошью ну ткань какую-нибудь такую легкую или бязь или ситец ну что-нибудь такое чтобы не вытиралась с той стороны а вообще мягкая не это не кусается можно было и так оставить а можно подшить чтобы ну практичнее было хорошо его потом простегать можно но я боюсь простегивать что если там простегать да то может это ниточка порваться может такая вот поэтому посмотрю как свяжу посмотрю подшивать не подшивать можно подшить по краю а середина такая но она потом будет воздушная стирать то его все равно придется как бы ткань не подсела и не стянула бы его такой вот так вот вот достала я себе еще вот такую пряжу у меня полно пряжи вон две сумки пряжи они сначала в гараже у меня были я вытащила надо еще здесь получается розовая нитка с белой меланж а внутри вот такая зеленая там снова идет меланж розово-бело-вишневая вот такая вот надо будет поискать мне еще вот такие нитки их очень полно вот он меланж вот такой а эти я вот вязала себе кофту я связала поносила ее неделю и она мне разонравилась я ее распустила персик здравствуй что ты хочешь что а что такое вискоса нету вискос хочет нету вискоса никому купить не надо трогать ниточки вышивать вышиваю но помаленьку вчера была занята томатами весь день переставила сюда телевизор и он у меня не работает здесь поэтому я снова переставила его туда а сюда хотела же все рассаду все выставить думала сюда поставлю телевизор на стол но это персик ты где персик персик ты ты вышел уже я тебя потеряла полы помыла с этим с очистителем он теперь нюхает подходит подходит везде чистые полы ну и короче не получилось сюда поставить снова все поставила обратно принесла вот этот столик с кухни который вот у меня вот здесь стояло все теперь все книги и журналы на коробках стоят женского нет столика и поставила сюда столик здесь правда нету свет но я сдвину маленечко а там а можно телевизор сюда поставить но он мне кажется здесь ему надо вот сюда видите все томаты вот эти нормальные вот эти такие то ну Tal отойдут все-таки корни нарушены то что они это пересадила же все таки я успокоилась вечером с мамой поговорила мамки то не успокойся и не не пыхти вот они то что вот пересажены я каждый год так оказывается я уже тот год не помню как я пыхтела не пыхтела в общей сложности у меня 40 кустов томата 40 обычных и 15 по моему томатов которые я посажу на улице эти тоже хорошо все стоят не запутка там стоит я пересадила вот маленьком горшочке убавила батарею здесь и конвектор прохладнее чтобы не было это я персик не надо это я пересадила это получается что у нас это питуней вот это это питуней они примутся потихонечку потому что вот эти то все нормальные вот эти вот такие вот лежат но они все отойдет так а здесь получается я поливаю утром но уже грунт по поверхности подсох поливала туда в ванночку вон внутри видите нету вообще есть туда поднялся здесь астры и ну давай вставляйся несколько питунок вот две питуночки вот это вот незабудки тоже незабудки это астры пошли эти хорошенькие стоят а вот эти два упали этот тоже упал но ничего поднимутся и здесь тоже астры сейчас те которые я пересажу тоже принесу сюда поставлю вот тема я лапочка что такое что сумки пахнут в этим гаражом гаража бы здесь тоже стоматы все нормально отошли они поворачиваются к солнышку перцы все хорошо здесь немножко теплый воздух идет хорошо солнышко сегодня нету я закрываю чтобы на них это ну свет не падал они все-таки еще дня 4 будут болеть томаты чтобы солнце и мне как сегодня пасмурный день солнца то и нету ветер такой на улице попросили показать сакуру с этого ее показать так близко не получается потому что с этого окна только она не здесь а там получается напротив теплицы сакура туда сейчас не пройти фотографировала я позавчера а сегодня не пройти потому что все земля растаяла болото и ну не показать сейчас ветер вообще такой страшный конечно и небо такой пасмурный бутон скорее всего закрылись уже потому что потому что пасмурно и прохладно а тепло стояло они по разбухли по раскрылись да персик все кормить нет еще рано кормить чё еще рано кормить что такое что ты сегодня хороший ругаю его ругаю он все равно меня любит где ты был что у тебя хвостик грязный вот на них столько времени уходит утром просыпаемся они же здесь оба закрыты да персик комнаты не пускаем джей потому что писает персик потому что лазит везде но здесь они сидят джей не писает и персик никуда не лезет кроме стола до персик да ты волнуешься что у тебя хвостик ходу нам ходит чё вискос хочет нету вискоса кто купить вискос аня идет поздно уже не дверь уже закрыт магазин может в субботу купит завтра надо влажный кормат ему надо хочет важно то он орал травку просил вот смотрите его не видно только хвост кончик белый персик а куда ты пошел персик персик чем моя лапочка иди сюда на ручки прыгай иди на ручки иди на ручки иди сюда на ручки иди сюда он бывает приходит бывает и не приходит он знает что мама Мама его любит, не выбросит, а то ругается. Выброшу, говорю о тебе, выброшу. Но мама же не выбросит тебя, правда же? Такого красивого рыжего котика. Не надо в баночку лезть. Персик, ты красивый? Котик красивый? Он меня лечит, иногда приходит, ложится. Томаты уберем в рассаду в конце апреля. В теплицу все там уже тепло будет. Перцы уберем, томаты уберем, цветочки уберем. Можно будет везде ходить, лазить везде. Потом мама будет ремонт делать. Сейчас я пока, пока сад-огород не сделаешь, ремонтом не будем заниматься. Очень много сил, конечно, уходит на это все. Все-таки мне не 30 лет. Да? Персик, хвостик убери. Он тебя мотыляет по столу. Сядь. Куда собрался? Куда собрался? Ну вот, ходит ходуном. Сейчас уже сколько? Без десяти четыре? Или сколько? Без пяти четыре. Уже просится вот кушать. Как часы. Да? Перчик уже хочет. Чайчики, молочка даем. Ой, дай, надо суп варить. Потому что тут уже съели. Суп надо варить. Каждый вот на два дня супчика хватает, и потом снова придется варить. Да? В гараж ходила, там такой дубак, так холодно вообще. Очень холодно. Жизнь спит. Музыка играет. Чё ты сейчас? Чё не спится тебе? А? Ты пришел меня греть? Да? Ничего не хочу делать. Погода такая. Спать хочется. Всё это стечёт. Это всё уберу. Ещё капает. Пойду немножко посплю. Ладно, всем всего доброго. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока. 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 Продолжение следует...